Подготовка выставки стала настоящим испытанием в эмоциональном плане даже для опытных сотрудников музея. Через их руки прошли десятки документов, которые рассказывают о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, травле голодом, принудительных работах и создании несовместимых жизнеусловий существования. И после монтажа этой выставки, естественно, мы стали готовить экскурсию. И у мужчин, которые работают экскурсоводами на этой панораме, уже не говоря о нас, у меня дрожит голос. У посетителей, которые уже были на этой выставке, текут слезы, воспоминания у каждого в своей семье свои. И, как знаете, вот был в свое время советский фильм такой «Иди и смотри». Вот, наверное, так же кратко можно сказать об этой выставке. Сюда надо прийти, все это просмотреть, пропустить через себя. И тогда, наверное, это будет иметь тот эффект, который заложен был изначально. Тогда, наверное, мы никогда не забудем это и всегда будем помнить. Всероссийская выставка без срока давности открылась в годовщину выступления главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Нюрнбергском трибунале. Именно из его речи 8 февраля 1946 года мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Вообще, что касается детства, тут не может быть никаких оправданий. Когда детей закапывали живыми в окопы, просто сравнивали с землей, они там погибали. Нацизм. Ну, какое тут может быть оправдание? Все преступники должны быть наказаны. А их имена, к сожалению, до сих пор не все установлены. Вот такая выставка без срока давности. У этих преступлений против детства, против человечности, против мирного населения нет сроков. Помимо выставки без срока давности в Музее молодежного движения продолжает работать трехмерная панорама героя Брестской крепости. Здесь у вас созданы события начала Великой Отечественной войны с 22 по 26 июня 1941 года. Внезапная атака фашистов и мужественное сопротивление защитников Брестской крепости. Впереди мы видим с вами собирательный образ, рассказывающий нам о том, в каком хаосе, насколько неожиданно, война врывается в Брестскую крепость. Многие красноармейцы в спешке даже не успевают надеть военную форму. Так защитник крепости бросается на противника буквально в нижнем белье. Стоит отметить также, что в ходе сражения бойцы Красной Армии стараются экономить поезд запаса и ресурсы, что зачастую приводит к тому, что красноармейцы вступают в рукопашный бой. Здесь мы видим как раз одну из иллюстраций такого момента, где красноармейцы пытаются поразить противника с сжатым в руке кирпичом. Брестская крепость прославилась на весь мир, ведь именно она приняла на себя первый удар противников 22 июня 1941 года. Во время Великой Отечественной войны элитные силы вермахта были вынуждены потратить на ее захват 8 полных дней вместо планировавшихся 8 часов. Она стала символом несломленного духа и стойкости. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».